Докладывай. Готов к применению парадов. Максиму на парад Алексей Дюмин пригласил лично. С главой региона 7-летний мальчик познакомился накануне. Случайно. Встретил губернатора во дворе своего дома, когда тот приехал поздравить соседа-ветерана. Перед тем, как поздороваться и пожать Дюмину руку, Максим сбегал домой, чтобы переодеться в военную форму. Форма у нас уже была готова, так как в этот день мы, вернее, дети с классом ходили возлагать цветы. И форма у нас висела на вешалочке. В этой же форме Максим и будет, как пошутил губернатор, принимать парад. Заполняться площадь начала задолго до начала. Пришли несколько тысяч туляков. Для почетных гостей, ветеранов и тружеников тыла установили трибуны на 850 мест. Но флаг Российской Федерации и копию знамени Победы все встречали стоя. 73 года назад завершилась самая масштабная, самая ожесточенная битва. В истории человечества. Главный удар этой битвы обрушился на нашу с вами страну. И нет примеров тем испытаниям, что вынесли на своих плечах наши люди. В этом году на параде в Туле по площади прошли военнослужащие президентского полка. Из них была составлена знаменная группа и линейные. По ним равнялись все остальные парадные расчеты. Росгвардия, кадеты, спасатели, сотрудники УФСИН, юноармейцы, суворовцы и, конечно же, десантники. У меня сын принимает участие в параде. Он служит в 100-100 полку. Я его снимаю каждый год. Уже пятый раз он принимает участие в параде. Всего по главной площади города Героя прошли 1229 человек. Это почти на 200 больше, чем в прошлом году. Самое интересное было, это когда были кадеты суворовского училища шли. Такие молодцы прям. Пока на площади чеканили шаг пешие расчеты, механики прогревали двигатели боевой техники. Из-за реконструкции улицы Металистов механизированная колонна была сформирована на улице Дзержинского и Садовом переулке. Во главе легендарная БМ-13. На все СНГ таких осталось всего 20 экземпляров. Первая, как я ехала, меня также зовут. Меня зовут Катюша. Ну и кроме Катюши было на что посмотреть. БМД-4М с БТР-МДМ. Боевые машины «Десанта-2» и бронетранспортер «Д». Самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона». Ракетная система залпового огня «Град», «Смерч» и «Панцири». Всего 50 единиц техники. После лязга гусениц музыка над площадью заиграла громче. Началась театрализованная часть парада. Город-герой предстал предвоенным, оборонным и тыловым. На площади поет сам Леонид Утесов. Легендарный артист в исполнении современного актера приехал поблагодарить Туликов за вклад в победу. Изумительно. Первый раз такое представление просто неописуемое, очень трогательно. Последним аккордом стало выступление обновленного сводного военного оркестра Тульского гарнизона. В новом репертуаре попури из самых известных мелодий военного времени. К финалу своего выступления оркестр уже на середине площади. Звучит главная композиция победы. Ее подхватывают более тысячи голосов участников парада. Белый победы, мой ураган! Максим Черепанов, Роман Тюкин, Первый Тульский.